День начинается с того, что мы заготавливаем из уже переработанных, очищенных сухофруктов специальную смесь под наши батончики. Получается вот такая смесь. После этого идет раскатка. Стены были возведены, так скажем, полтора года назад. Мы, конечно, себе не могли представить, что мы доведем это до такого уровня, но благодаря вот таким донорским проектам, как USAID, мы сегодня получили такое оборудование, которое, конечно же, помогает нам улучшить производительность. Сельское хозяйство – ключевой сектор экономики Кыргызстана. В нем занято около 40% рабочей силы страны. И на его долю приходится около 20% валового внутреннего продукта. По оценкам ООН, у 16% беднейших домохозяйств в Кыргызстане недостаточно продовольствия. Американское правительство в лице организации USAID работает над повышением продовольственной безопасности и увеличением уровня доходов фермеров. Это консультации, инвестиции в производительность сельского хозяйства, новые перерабатывающие мощности и доступ на сельскохозяйственный рынок. Данное оборудование тоже было представлено в рамках проекта USAID. Этот аппарат он закатывает, сразу же подставляет его даты, то есть срок годности. USAID уделяет особое внимание малым или средним предприятиям, сопровождает их на пути становления и помогает превращаться в более крупные, сильные и высокотехнологичные компании. Один лишь проект «Агрогоризонт» позволил более чем 30 тысячам фермеров и предприятий Кыргызстана получить доступ к финансированию на сумму 33 миллиона долларов США. Новое оборудование и возможность выйти на новые рынки позволило сельхозпроизводителям приобрести у фермеров Кыргызстана более 22 тонн сырья дополнительно. С 2014 года USAID проинвестировал предпринимателей в Кыргызстане на сумму 6 миллионов 600 тысяч долларов США, благодаря чему модернизировали 45 производств по всей стране. Это привело к созданию почти двух тысяч постоянных рабочих мест и найму около 13 тысяч сезонных рабочих и фермеров. Мы стараемся привлекать на работу жителей малообеспеченных семей и стараемся брать их с этих сел. Я думаю, что мы на правильном пути и все у нас получится. Редактор субтитров А.Семкин